Здравствуйте! В эфире еженедельный Коспорт, программа об одесских командах мастеров и их преданных болельщиках. В ближайшие 15 минут разговор пойдет о волейболе, баскетболе и, конечно же, футболе. Поэтому, если вы не против, то мы начнем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще более увереннее переиграли Криворусский Кривбас 71-51. По итогам кубковых баталий сразу три игрока юринской команды были удостоены персональных наград. Лучшим защитником турнира признан американский легионер-химика Брэндон Фрейзер. Лучшим центровым Александр Антипов. А приз MVP финала четырех достался Владимиру Коневу. Хочу поздравить всю нашу команду. Я имею в виду не только игроков и тренерский штаб, во всех наших болельщиков, всю нашу администрацию, всех людей, причастных к нашей команде. Это наша общая победа, это наша общая заслуга. Еще раз поздравляю. Всех отдельное спасибо болельщикам, которые нас поддерживали. То есть мы играли как в домашнем зале. Это было очень и очень приятно. Что касается игры, то, да, Виталий прав. Может быть, нам было где-то легче за счет того, что у нас больше ротация. Было очень приятно, что первые 15 минут, когда мы очень хорошо и агрессивно играли в защите, все ребята, вышедшие на площадку, поддержали тот темп игры, который мы смогли предложить Кривбасу. И, в принципе, никто, скажем так, не стушевался, по большому счету, и мы смогли сделать этот задел. Но труднее было его сохранить, потому что у нас в памяти была игра домашняя с Кривбасом, когда мы ввели 19 очков и в концовке еле выиграли 2 очка. То есть это команда неуступчивая, это команда с хорошим тренером, это команда с настоящими бойцами, с которой расслабиться нельзя было ни на секунду. И несмотря на то, что в третьей четверти у нас были действительно проблемы в нападении против агрессивной защиты Кривбаса, очень хорошо, что мы, в принципе, не продолжили играть хорошую защиту и не позволили им приблизиться вплотную и сократить отставание. Победа «Химика» в Кубке Украины среди мужских команд Суперлиги «Фаворит Спорт» обязана придать нашим баскетболистам новых сил и эмоций на пути покорения новых вершин. А еще эта победа стала прекрасным подарком президенту югинского клуба Сергею Назаренко, который 29 февраля отметит 60-летний юбилей. С днем рождения, Сергей Николаевич, а ваш клуб «Химик» с первым трофеем в нынешнем сезоне. Сразу два домашних поединка в рамках финального этапа женской баскетбольной лиги Украины провели в минувший уикенд представительницы одесской команды «Интерхим» с дюшор имени Бориса Литвака. В субботу соперницами подопечных Ирины Щепакиной стал коллектив «Франковск» из города Ивано-Франковск. В Южную Пальмиру команда гостей приехала в составе всего семи баскетболисток, что явно значительно уменьшало их шансы на благоприятный для себя исход. Неудивительно, что одесситки сразу вышли вперед, и начиная со второй минуты ни разу не позволили «Франковску» даже сравнять счет. Уже первая четверть убедительно продемонстрировала более высокий класс одесского клуба, завершившись при ощутимом преимуществе хозяек площадки 31-13. А после большого перерыва «Интерхим» выдал еще одну ударную 10-минутку в своем исполнении 24-9. Все это привело к убедительной победе одесситок над командой из Ивано-Франковска со счетом 80-52. Я хочу поблагодарить девочек. Они сегодня провели хорошую игру. Конечно, допускались ошибки, были промахи, но это все такое, в общем-то, над чем можно работать. А по игре хочу сказать, что Ивано-Франковск хороший соперник, сильный состав. Они уже много лет играют, и они считаются одним из лидеров украинского чемпионата. Ну, сегодня мы попали. Я хочу на дальние броски. Добавляет Кристина Карп, то, что радует. И, ну, в общем-то, они уже соскучились за играми, потому что не было практически 20 дней игр. И сегодня, конечно, они показали хорошую игру. А уже на следующее утро соперником Одесского Интерхима стала Ровенская Сузьерия. В отличие от Франковска, подопечные Валерия Жортуна заметно моложе и имеют длинную скамейку запасных. К тому же одесситки не успели полностью восстановиться после вчерашней игры. Так что встреча получилась довольно интересной и живой. Стартовые минуты соперницы провели на равных. Однако Сузьерия начала угасать уже к концу первого игрового треска, который завершился со счетом 20-10 в пользу хозяек площадки. Дальше больше. Подопечные Ирины Щипакиной выиграли каждую отдельную четверть. И отрыв Интерхима порой достигал 44 очков. В такой ситуации все одесские баскетболистки получили достаточную игровую практику. И так называемая скамейка сумела наиграться в волю, продемонстрировав свои способности во всей красе. Общий итог этого поединка – 81-38 в пользу одесского Интерхима. Девочек многих знаем в сборной, тренера тоже. Ну, все молодцы. Мы старались, выполняли задачу, какую поставил нам тренер. Мы старались, молодежь выпускали больше играть, давали больше времени. Все понравилось, довольно. Ну, вот действительно, тренер часто говорит, что молодежь мало практики имеет. Сегодня, думаю, вы уже наигрались все. Да, мы уже все сыграли, и самые младшие, и самые старшие, все по чуть-чуть. И потихоньку прибавляем, стараемся, дает больше времени тренер играть. И как-то так учимся потихоньку. После двух домашних побед подопечные Ирины Щипакиной вышли на чистое первое место в турнирной таблице. Одесситки догнали «Динамо» по количеству сыгранных матчей и набрали 17 очков. У киевлянок и винницких блысковок по 16 пунктов в активе. В ближайшее время внимание любителей женского баскетбола будет приковано к киевскому спорткомплексу «Авангард», где состоятся матчи финала четырех розыгрыша Кубка страны. 5 марта в полуфинальных поединках встретятся Одесский интерхим и Бердянская ДСУШ, а также Франковск со столичным «Динамо». Решающая игра за Кубок Украины по баскетболу среди женских команд состоится на следующий день. В конце прошлой рабочей недели не обошлось и без женского волейбола. 25 и 26 февраля в южненском спорткомплексе «Алим» свои очередные поединки в рамках регулярного сезона чемпионата Украины провели волейболистки-химика. В гости к многократным чемпионкам страны приехал луцкий коллектив «Континиум Волынь-Университет». Уже в первом матче наставник хозяек площадки предоставил возможность проявить себя игрокам ближайшего резерва. Так, к концу первой партии состав «Химика» приобрел следующий вид. Микитюк, Бойко, Дрозд, Расточила, Напалкова и Сельченкова. Эта шестерка плюс либера Кристина Немцева перевели свою команду в этом игровом отрезке к победе 25-14. Все те же волейболистки доказали свою состоятельность и во второй партии, позволив в итоге своим соперницам набрать в ней еще на одну очко меньше, нежели в первой. 25-13. Только в середине третьего сета у юринских волейболисток возникли некоторые сложности. Ведя в нем 8-2, «Химик» позволил гостям из Луцка счет вне сравнивать 13-13. Правда, затем выдал феноменальный отрезок 12-3, который обозначил превосходство хозяек площадки как в отдельных партиях, так и во всем матче 3-0. Спасибо большое за поздравление. Вообще впечатление меня просто выпирает. И я очень счастлива, что попала в этот клуб. Мне очень здесь нравится. И это моя первая игра, которую я сыграла от я до я, можно сказать. И я очень счастлива. Была готова к тому, что тренер выпустит? Говорил ли он перед тренировочным представителем, что ты будешь играть? Готовилась ли ты морально к этому? Конечно, готовилась. Я знала, что команда Луцка достаточно специфическая, такая, со своей изюминкой, скажем так, высокими передачами. Но я была готова к этому, то, что выйду сегодня. Что было для тебя самым сложным в этой игре? Самым сложным, наверное, справиться с их передачами высокими и рассчитать траекторию мяча, где блок, где сесть ближе и где дальше в защите. Во втором поединке с Волынью Сергей Голотов уже в большей степени задействовал игроков, которые чаще всего выходят в основе. Правда, не все сразу пошло по диктовку более опытного состава. Потребовалось время, чтобы войти в игру. Первая партия осталась за «Химиком», хотя в ней юженские волейболистки позволили своим соперницам достаточно многое – 25-19. Вторая и вовсе чемпионками Украины каким-то необъяснимым образом была проиграна 22-25. Зато потом все снова стало на свои места – 25-12 в третьей партии и 25-10 в заключительной четвертой. Общий счет матча – 3-1 в пользу подопечных Сергея Голотова. Надо учиться у хороших команд, которые умеют уже технически выполнять все элементы. Блок, прием, подача хорошая, атака. Надо учиться ставить правильно блок, потому что игра идет быстрая. Надо перемещаться, смотреть сколько на сетке нападающих, два или один. А мы ошибки наши запускали. Стояли возле пасующего игрока, она ни разу не атаковала, не скидывала. Стояли возле пасующего игрока, оставляли основных нападающих. Вот это будем уже учиться. В приеме слабо играем, потому что это наша болезнь. Надо учиться в приеме играть. В блоке, я уже говорю, что тоже нет приема, нет доводки, нет атаки нормальной. Все идет сумбурно, на ура. И нам надо учиться, учиться, учиться. За два тура до окончания регулярной стадии чемпионата Украины юринский химик как минимум гарантировал себе второе место, отставая на одну победу от Северодончанки, которой из-за большого количества технических побед уже вряд ли что помешает упустить первую позицию. Ниже третьего места уже не опустится и запорожская орбита. А вот за последнюю, четвертую путевку в финальный этап, на которую претендуют Галычанка и Волынь, борьба еще в самом разгаре. На прошлой неделе гостевым поединком против одного из лидеров дивизиона А чемпионата Молдовы Кираспольского «Шерифа-2» программу зимних спаррингов завершил будущий участник второй украинской лиги футбольный клуб «Балканы». Напомним, что чуть более месяца назад подопечный Андрея Пархоменко уже гостили на одной из лучших спортивных баз Европы. Тогда поединок «Зарянской команды» против постоянного участника европейских кубковых турниров 13-кратного чемпиона Молдовы в лице первой команды «Шерифа» завершился в боевую ничью 1-1. На этот раз «Балканы» полностью переиграли дублеров самого титулованного клуба соседней страны по всем статьям. Уже на 20-й минуте вышедший на замену Эдуард Лазаренко после разрезающей передачи Константина Пархоменко открыл счет в матче 1-0. Через 12 минут на стреатаке «Зарянского клуба» после выверенного паса Сергея Урсуленко вновь блеснул Эдуард, упротивший перевес своей команды до двух мячей. В середине второго тайма Константин Пархоменко, создав остроту штрафной площадки «Шерифа-2», вывел на ударную позицию Богдана Саламаху, и наш центральный защитник выжил из эпизода предельный максимум 3-0. К чести футболистов «Шерифа-2», которые боролись на протяжении всего матча, на 83-й минуте один мяч все-таки они отыграли – 3-1. Однако большего «Балканы» им не позволили, отпраздновав уверенную победу. «Ну, я считаю, мы заслужились по игре сегодня, мы полностью переиграли соперника. Должны, мне кажется, должны были чуть больше, но, как сложилось, забили три уже хорошо где-то. Может, чуть расслабились и даже немного прозевали сзади. Ну, а так, по игрой все довольны. Жалко, что не больше, а так вообще все здорово». «Сегодня команда чересчур разобивалась, накопилось, скажем так, все, что осталось – один «Амавта» от Николаева, от Черноморца». «Да, скорее всего, прорвало где-то немного. Должны были больше, а сейчас прорвало, не знаю, потому что такой был период. Может, от нагрузок все, сборы как-никак проходят, все тяжело было, не могли забить. А сейчас все, можно сказать, почти все залетело». «Леш, четыре дня назад в игре с «Динамо» команда пропустила на 78-й минуте, сегодня на 83-й. С чем ты это связываешь?» «Мне кажется, просто расслабляется, наверное. Не так, как усталость. Ну, устаю тоже, первым делом. Ну, а так, мне кажется, потеря концентрации где-то в нужных моментах, и поэтому так все происходит». «Каждую игру мы стараемся управлять игрой. Все игры, если брать предыдущие семь игр, я считаю, что мы практически всеми играми управляли. Это очень важно. Уметь управлять игрой – это, я же говорю, не только там атаковать, это правильно играть в обороне, правильно работать в переходах. Сегодня мы создали давление, потому что передущую с «Динамо» мы, естественно, не заслужили поражения в такое стечение обстоятельств. Сегодня мы закрепляли как раз игру последнюю. Хотелось то, что мы использовали с «Динамо» и наши все наработки, чтобы мы сегодня их закрепили. И, в принципе, сегодня очень много голевых моментов, это очень важно. И, в принципе, мы не дали практически… Мы разрушали соперника при потерях наших. Плюс, когда, если соперник даже придерживал мяч, все-таки молодые, там поле приспособлены, мы немножко садились, создавали компактность и, в принципе, не давали создать сопернику вообще ничего. Как бы не банально это смотрелось, но мы очень много, помимо трех голов, могли еще много забить голов. В принципе, наверное, не будем Бога не видеть, и три мяча пока для начала хорошо, потому что, учитывая, что столько игр, мы столько создали моментов и не забивали очень мало, это была главная проблема. Мы нарабатывали как раз в тренировочном процессе, были специальные у нас работы, именно как раз в использовании голевых моментов. И мы сегодня показали на самом деле свой уровень, и мне понравилось очень качество игры. Вплоть до 2 марта футбольный клуб «Балканы» продолжит работу в Одессе, после чего футболистам команды будет предоставлен небольшой отпуск. Ну а свой заключительный учебно-тренировочный сбор подопечный Андрея Пархоменко проведут в период с 15 по 28 марта в столице Белоруссии, городе Минске. В его рамках запланировано проведение еще четырех контрольных встреч. На этом наше эфирное время подошло к своему логическому завершению. В заключении традиционно поблагодарим вас за внимание и пригласим к экрану своих телевизоров в ближайший четверг. С вами был еженедельник Оспорт. До новых встреч.